Мы продолжаем наши уроки по главе Лех-Леха. И сейчас мы в 15 главе, и уже несколько уроков мы изучаем здесь в середине 15 главы Брит бен Абитарин, заключение союза, так называемого союза между половинками, который Всевышний заключился в Раму. Суд союза вкратце. Всевышний обязывается дать Абраму его потомкам, потомкам Абрама, святую землю, землю Израиля. Но вот тут же сразу после того, как Абраму передается это обещание, во-первых, что у него будет потомство, будем называть, что Абрам до сих пор бездетен, детей у него нет, но Всевышний обещает ему, что потомство у него будет, первое. Второе, что им будет дана, его потомкам будет дана земля Израиля, святая земля, а пока что. И солнце было к заходу, читаю 12 стих в 15 главе. И солнце было к заходу, а крепкий сон напал на Абрама. Вот ужас, мрак великий нападает на него. И сказал он Абраму, то есть Всевышний передает здесь Абраму. Знай, что пришельцами будут твои потомки в земле чужой, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но и над народом, которому они будут служить, я произведу суд. А после они выйдут с большим имуществом, с большим достоянием. Ты же отойдёшь к своим отцам в мире, будешь погребён в доброй старости. То есть всего этого ты не увидишь, всего этого ужаса ты не увидишь. У тебя с тобой всё будет хорошо, но твоих потомков это ожидают. Ряд вопросов возникает здесь самый первый, центральный, который задают многие комментаторы. Понятно, что речь идёт здесь о египетском рабстве, хотя здесь Египет нигде не назван своим именем. Но по всем чертам, и то, что евреи будут там в чужой земле, и то, что их там будут прообощать, потом угнетать. А потом они в конечном итоге в результате вмешательства Всевышнего выйдут с большим достоянием, с большим имуществом. Все эти детали подходят, безусловно, египетскому рабству. Одна деталь не очень, на первый взгляд, подходит. Это 400 лет, но об этом мы говорили на прошлом уроке. Таким образом, эти 400 лет, написанные здесь, оказываются всего лишь сроком в 210 лет, которые реальные евреи пробыли в Египте. Но вот вопрос, он здесь иной. Если Всевышний раскрывает здесь Аврааму то, что будет в будущем. И ведь это не просто раскрытие того, что будет в будущем. Ведь Всевышний, он не только дворец мира, но и творец истории. Значит, таким образом он предначертал и предопределил, что история будет развиваться именно таким образом. То есть, что потомство Авраама окажется в чужой земле, имеется в виду в Египте, а по крайней мере в чужой земле. Они будут там пришельцами и их начнут там порабощать и угнетать. Если так, то и порабощение, и угнетение – все это части божественного плана. Так Всевышний задумал. Но если так, то как понять тогда следующую фразу? Ну и над тем народом, которому они будут служить, я произведу суд. А за что их судить? Если тот народ, который будет порабощать и угнетать евреев, они же на самом деле только выполняют предопределение Всевышнего. Это же так обязательно будет. Всевышний так предначертал. Тогда за что же они должны принести наказание? За что же их тогда судить? Разве они в этом виноваты? Этот вопрос задает Рамбан. Но еще до него этот вопрос поднял Рамбан. Рамбан в Илхотшува, в законах Очуве, когда Рамбан обсуждает вопрос свободы выбора, он пишет так. Причисляя возможные возражения, которые могут люди высказывать, против великого принципа свободы выбора, на котором строится вся Тора, Рамбан приводит и такое возражение. Но ведь в Торе написано о евреях в Египте, и будут притеснять их, и будут порабощать, и будут притеснять их. Значит, с самого начала было предопределено, что египтяне будут творить зло. Это не единственный пример. Подобного рода есть еще один пример. И сказано, станет этот народ, совратившись поклоняться богам народа в той земле. Здесь уже пророчество, которое данное о еврейском народе, после того, как он вернулся из Египта, и после того, как он пробовал 40 лет в пустыне, пришел, наконец, в святую землю, но и там в дальнейшем то, что пророк привидит, что в дальнейшем этот народ будет поклоняться чужим божествам. Если так, к чему же они были наказаны? Почему полагается наказание египтянам? И не только то, что вот здесь, в Торе там, что мы прочитали, Всевышний пообещал, что он этот народ осудит. Мы знаем, что в действительности египетский народ в дальнейшем заплатил очень дорогую цену за все то, что он притянил еврейскому народу. Но почему? Ведь поясним более точно вопрос Рамбома. Что означает принцип свободного выбора? И почему Рамбом заговорил вообще в законах от Шуве о свободе выбора? Свобода выбора не нужно путать. Иногда люди это путают с демократическими принципами свободы, свободы воли, свободы вероисповедания и так далее, и так далее. С возможностью выбирать то, что человек хочет. Речь совсем идет не о чем. Речь идет вот о чем. Человеческое поведение. Человек совершает какой-то поступок. Почему он поступил? Потому ли, что на него повлияли какие-то обстоятельства. Либо это его выбор. То есть, является ли поступок человека результирующим вектором действующих на него сил, как внешних, так и внутренних. Либо человек сам определяет, как он будет поступать. К примеру, если пробка плывет по воде, по реке или еще где-нибудь, то пробка, безусловно, свой путь в жизни не выбирает. Она здесь ничего не устанавливает. На нее действуют силы. С одной стороны, на нее действует тило тяжести, которое тянет ее вниз. С другой стороны, Архимедовая сила выталкивает ее вверх. Плюс к тому, есть еще ветер, который толкает еще вперед. Есть сопротивление воды, которое останавливает ее. Есть много всяких сил. Каждая из сил действует в своем направлении. В конечном итоге получается какой-то результирующий вектор. Вот она и поплыла. Точнее, она не поплыла. Ее понесло. Так было правильно сказать. Она здесь совершенно пассивна. На нее действуют силы. И результат этих сил точно так же можно сказать и о животных. Когда перед нами животное, которое ведет себя определенным образом, безусловно, перед нами неповедение, похожее на человека. Потому что животное действует именно исключительно в силу инстинктов, в силу действующих на него раздражителей извне и собственных внутренних инстинктов. Так, если кошка берет что-то, что плохо лежит, потому что на нее подействуют как внешние раздражители. Например, запах чего-нибудь мясного или рыбного, который ей очень трудно просто так вынести. Плюс к тому же еще инстинкты, которые не существуют. Вот и кошка бросилась на то, что плохо лежит. Человек, вот это и означает свободный выбор. Что человек после всего того, что на него воздействуют силы определенные, как внешние раздражители, так и внутренние, как его инстинкты, привычки и так далее, но в конечном итоге человек, он в отличие от них, его не несет. Он сам выбирает свой путь. Конечно же, не всегда. Не всегда. Но в целом ряде случаев человек, по крайней мере, там, где человек сам ощущает, что в нем борются различные силы, там, где он ощущает, что ему нелегко принять решение, там, где и хочется, и колется, и мама не верит. Вот в этот самый момент человек знает и ощущает, что выбирает он. Выбирает он сам. И, что самое главное, вот за такой поступок, когда человек выбирает сам, когда при всем, при том, когда силы на него воздействуют, но в том месте, где они уравновешены, он сам выбирает, вот тогда-то, и вот в этом-то случае, человек и несет ответственность за свои поступки. Ведь ответственность за поступки мы несем именно там, где мы могли бы какой-то поступок не совершать. Если мы не могли не совершить поступок какой-то, мы за него не ответственны. Если человека, предположим, кто-то с большой силой толкает на витрину, и он в падении разбивает эту витрину, понятно, что он не ответственен здесь за свой поступок, он не должен платить за эту разбитую витрину, хотя на самом деле витрину разбило его тело, но его тело действовало только как камень, как другого человека. Поскольку он не мог противостоять другому человеку, то не он разбил витрину, точнее им разбили витрину, но он-то ее здесь не разбивал, он не мог действовать иначе, и поэтому он не ответственный за свои поступки. Стало быть, ответственный за поступки и возможность наказать человека, она только там, где человек сам выбирал свой поступок, сам выбирал, как его поступить. Но если Всевышний, творец всего мира и творец истории, заранее предупреждает Авраам, что в той стране, в которую попадут его потомки, хозяева страны будут порабощать и угнетать его потомков, значит, у них не было, скорее всего, свободы выбора. Если Всевышний это уже предопределил, если ему это все уже, это не вопрос, не нужно здесь путать с вопросом противоречия между свободой выбора и знанием Всевышнего, то, что он знает наперед. Здесь он не знает наперед, здесь он предопределяет, это уже совсем другое, это называется кзера-упхера, то есть, с одной стороны, предопределение, не предвидение, а предопределение. Всевышний здесь осуществляет свой собственный план, он так запланировал, он так предопределил, и он же сам собирается судить людей, которые вроде бы являются только в барионетках в его руках, ведь по идее он же, наверное, только дергал здесь за ниточки, и тогда уже египтяне делали то, что они хотят делать. То, что они делали. Значит, вопрос Рамбома. Разве египтяне ответственны за свои поступки? Разве они должны нести наказание? В первый взгляд, нет. Вот теперь посмотрим, как Рамбом отвечает на свой вопрос. Почему же они были наказаны? Потому что не было предопределено для каждого человека в отдельности, что он будет решить. То есть, самое первое различие, которое здесь нужно вести, как Рамбом, это различие между народом в целом и между отдельной личностью. Верно, что Всевышний предопределил, что народ в целом, имеется в виду, скорее всего, египтяне, так же получилось в конечном-то итоге, что они будут угнетать евреев. Но кто конкретно, какой человек конкретно, ему на роду не написано. Здесь каждый из них сам выбирал стать бичом в руках правосудия Всевышнего. И каждый из долл поклонников, здесь Рамбом касается второго параллельного вопроса, если Всевышний сообщил, что еврейский народ в своей стране начнет поклоняться идолам, то и здесь речь идет о народе в целом, но о каждом конкретном человеке, конкретный человек Хайм-Янкере, что он тоже будет поклоняться об этом и сказано. И каждый из долл поклонников, если бы хотел, не стал служить идолам. То есть Всевышний никого конкретно не принуждал. У каждого оставалась свобода его выбора. Творец лишь рассказал Муше о ходе истории в целом. Ход истории в целом будет таков, но принуждения к каждому конкретному человеку нет. К примеру, если бы было сказано, среди этого народа будут праведники и грешники. Предположим, говорит Рамбл, теоретически. Плюс к тем двум предначертаниям, которые у нас есть, которые мы обсуждаем, а именно о египетском рабстве и угнетении с одной стороны, и о идолопоклонстве евреев своей стране с другой стороны, было бы еще третье. Среди еврейского народа в дальнейшем будут а. грешники, б. праведники. Значит ли это, что кого-то здесь принуждает быть грешником, а кого-то здесь принуждает быть праведником? Вовсе нет. Ясно, что будут и те, и другие. Но по какую сторону брикад окажется каждый конкретно взятный человек? Будет ли он праведником? И будет ли он грешником? Это уж его собственный выбор. Поэтому человек не может сказать из-за этого грешник. А я внужден был грешником. Растворец сказал Муше, что среди Израиля будут грешники. Что же я могу сделать? Должен же кто-то был быть грешником. Вот я и стал. Ты конкретно не должен был. Тебя никто не принуждал. Ты сам это решил. Точно так же, подобно по поводу слов, не переведутся бедняки в стране. Всевышний помещает нам, что жизнь будет такова, что бедняки будут всегда. Возможность творить набро, помогать бедным. Не будет такой ситуации, что мы вдруг окажемся без такой возможности, что захотим кому-то помочь, и оказалось некому. Есть. И всегда будут. Значит ли это, что конкретный бедняк, который ходит сейчас по улице, ему на роду написано, не означает, что какому-то определенному человеку на роду написано быть бедняком? Нет. Это уже решается другими путями. Почему один бедняк, а другой не бедняк? Это не потому, что Тора пообещала, что и в евревеском народе всегда будут бедняки. Да, обязательно всегда будут. А значит ли это, что конкретно Рабинович будет бедняком? Нет, не значит. А почему именно он? Это уже на другие причины. Так же египтяне. Каждый из тех, кто притеснял евреев и причинял им зло, если бы захотел, мог этого не сделать. То есть предопределение Всевышнего о том, что египтяне в целом будут угнетать евреев, нет никакого принуждения конкретному десятнику, который гнал евреев, пинками подгонял их затыченными и так далее. Это его личная инициатива, точно так же, как самого фараона, который стоял во главе всего. Это его личный выбор. Если бы захотел, мог бы этого не сделать. Ведь Всевышний не повелел притеснять евреев определенному человеку. Он лишь сообщил Абраму, что его потомству предстоит быть в рабстве в чужой земле. И как мы рассказали выше, человек не может понять, каким образом Всевышнему ведомо будущее. А если вы спросите другой вопрос. Ну а хорошо, предположим, никому конкретно на роду не написано. И Всевышний никого не принуждал и никому не вставлял здесь электроды в мозг и никого не дергал за веревочку. Хорошо. Но все-таки здесь есть по-прежнему противоречие. Если мы говорим, что каждый египтянин был свободен в своем выборе. И он лично выбирал свое решение угнетать евреев. То как же это может быть, свобода выбора, если Всевышний заранее все знал и предвидел? Это уже другой вопрос. Это общий вопрос о парадоксе. Каким образом сочетаются свободы выбора с одной стороны и предвидения Всевышнего с другой стороны? Это парадокс, которым Рамбом занимается в другом месте. Не в этой Аллахе. Чуть выше. И он только коротко напоминает, что это вещь, которая в нашем сознании всегда представляется парадоксом. И парадоксом неразрешимым. То есть, обе части верны. И свобода выбора существует. Каждый это знает на своем собственном опыте. Хоть раз в жизни он хоть что-то выбирал, он чувствовал, что он выбирает сам. А не то, что его куда-то несет. Это существует, безусловно. И на нашем опыте, и на том, что утверждает Тора. Это верно. Второе. Предвидение Всевышнего. Тоже очевидно. Это, правда, не на нашем опыте. Но Тора так утверждает. Обе части верны. Они находятся в противоречии. Да, это парадокс. С этим парадоксом мы живем. И парадокс для нас неразрешим. Так пишет Рамп. Еще раз получается, что основа его объяснения в том, что хотя существует здесь предвидение, или даже может быть предопределение в целом всей нации, египтянам, угнетать евреев. Но никому из конкретных египтян не было написано на раду. Стало быть, предопределение было всему Египту в целом. А наказание кто нес? Не весь Египет в целом. А каждый отдельно взятый египтянин в миру своего участия в том притеснении и угнетении евреев, которое было. Он лично отвечал за свои поступки. И наказание было лично ему. Таково мнение Рамбана. Теперь Рамбан. Нахманит. Посмотрим, что он пишет. По поводу «но так же и над народом, которому они будут служить». Я произведу суд. Мне представляется, пишет Рамбан, правильным вот такое объяснение. Выражение «и так же». Здесь есть еще «но так же и над народом». Это упоминали на прошлом уроке. Что означает «так же и над народом, которому они будут служить». Кого еще Всевышний собирается наказывать, помимо египтян, которые будут угнетать евреев? Как объяснить это так же? Так же следует понимать не буквально. То есть следует понимать, как несмотря на то. Как хотя. То есть хотя я постановил, что твое потомство будут пришельцами в чужой земле. И их поработят и будут угнетать. Тем не менее, несмотря на это, я буду судить народ, который поработит их. Вопрос. За что? То есть по Рамбану этот вопрос Рамбана, он записан в самом тексте Торы. То, что Тора говорит «так же и народ, который будет их поработать, я буду судить». Что это за «так же»? Это несмотря на то, что. То есть несмотря на то, что я постановил, и это мое предопределение, это мое постановление, что египтяне будут поработать евреев. И несмотря на это, все-таки я их буду судить и я их буду наказывать. Вопрос. А за что? А этого сам текст Торы не говорит. Здесь нам придется ответить самим. Отвечает Рамбан. Тем не менее, я буду судить народ, который поработит их за то, что те им сделают, и они не оправдаются тем, что исполняли мое постановление. А причина эта та, что выражена в стихе. И он приводит здесь цитату из пророков. «Я возревновал за Иерушалаем и за Цион великой ревности. И великим гневом гневался я на беспечные народы. За то, что я разгневался немного, а они добавили зла». Здесь, в этом стихе, речь идет вот о чем. Когда в дальнейшем еврейский народ грешит и осуществляется то, что подсказывает то, что наказанием будет разрушение, наказанием будет уничтожение еврейского государства, будет изгнание святой земли, разрушение Иерусалима и так далее. Ну, кто-то же должен это сделать. Это не так, что пройдет какой-нибудь смерч, который порушит все и унесет евреев куда-нибудь в 30-е государство. Нет, пройдет какой-то конкретный народ, какой-то завоеватель. И устроит все, и войну, и резню, и изгнание, и все это. Ну, и что по отношению к этому народу? Ну, и Всевышний, я буду гнева, я гневаюсь на этот народ. Не буду, это уже не в дальнейшем, это уже конкретно сейчас. Ждет его наказание. За что, Жанг? То же самое вопрос. А они только исполнили то, что Всевышний хотел. Да. Но я, как говорит здесь пророк, я разгневался немного, а они добавили зла. То есть, если бы они исполняли только то, что я хотел, тот минимум, а именно завоевание, изгнание и так далее, тогда бы у меня не было к ним претензий. Выполнили свое дело, свое черное дело. Ну, и хорошо, в конечном итоге всегда должен быть кто-то, кто выполняет эту малоприятную обязанность осуществлять наказание и так далее. В человеческом обществе тоже есть, и судебные исполнители есть, и палачи тоже. Это тоже часть, но здесь, поскольку эти народы еще привнесли свое творческое начало, и они добавили здесь от себя, вот за это я на них разденялся. И за это полагается и наказание. Значит, по Рамбану, получается. Заранее Рамбан, еще до того, как поступает полемику со своим предшественником Рамбану, говорит, Рамбан, как он понимает, за что египтяне должны понести наказание, и Всевышний об этом может заранее говорить, за свое добавление, за свое творческое отношение к предопределению, к постановлению, за то, что они внесли туда и свою лепту, добавив от себя то, что Всевышний не предопределил. Но за само выполнение предопределения рабства и порабощения, и угнетения, притеснения, за это ничего не полагается. Рамбан приводит еще один стих, в котором развивается та же самая тема. «Разгневался я на народ мой, аскворнил мое дело». То есть Всевышний говорит, я разгневался на мой народ, на евреев, и я сам свой собственный дел. Я его осквернил, то есть Иерусалим и храм. Но ты, дочь Вавилона, Вавилония, которой разрушили Иерусалим и храм, имеется в виду разрушение первого храма, не оказала им милосердия. И тогда, то есть то, что в Вавилоне разрушили храм, безусловно, они должны были это сделать. Это план всей истории. Но если вопрос, как это сделать, так как вы это сделали, не оказав никакого милосердия порабощенным, завоеванным людям, тогда придет и к тебе беда. Но и то же самое произошло в Египте. Они сделали больше зла, чем было постановлено свыше, когда в чем-то выражалось. Иными словами, что, где, где вот так граница по Рамбану, что они должны были сделать по плану Всевышнего, по плану проведения, а где они внесли уже свою левту. Рамбан, хотите пример, пожалуйста, когда они бросали младенцев в него. А также то, что сказано, и делали горькой их жизнь. Мы до сего дня, в пасхальную ночь, едим марор горькую траву в память о том, что египтяне делали горькой их жизнь. В плане Всевышнего про горечь жизни там ничего не сказано. Про бащи не сказано, да, будем рабами. И то, что будут их притеснять, тоже сказано. Но огорчать их жизнь, дерать их жизнь горькой. А уж тем более геноцид, который там начался, бросать младенца в реку, это никак не входит ни в рабство, ни в притеснение. То, что они задумали вообще стереть их имя, то, что были планы вообще уничтожить еврейский народ, это уже явно перевыполнение всех норм. Поэтому и произведу суд над ними означает, ведь Всевышний не говорит просто я их накажу. Нет, то есть народ, который будет их прорабощать, я его буду судить. Что значит судить? А именно, буду рассуждать и буду разбирать точно меру ответственности. А именно, до какой степени они выполняли то, что им было предначертано, а где они превысили меру, и за что им придется им понести наказание. То есть я приведу их на суд и выясню, осуществили ли они только то, что было постановлено для них. Или сделали вам больше зла. То есть получается уточнение здесь. Не совсем, я сказал раньше точно. То есть Всевышний здесь не сообщает Аврааму заранее, что египтяне превысят мир. Нет. Он говорит, что их будут, египтяне будут порабощать евреев, и притеснять их. Это да. А потом я уже буду судить. Для чего? С тем, чтобы выяснить. Самый главный вопрос здесь выяснить. А именно, действовали они только в рамках постановления, только в рамках предопределения, или они добавили от себя. Очень может быть. А вдруг они будут такими праведниками. И выяснили. Они сделали точно то, что нужно было, и не добавили от себя ничего ни на копеечку. Тогда, пожалуйста, взятки гладкие. Тогда никакого наказания не будет. Не сказано, я их накажу. Сказано, я их буду судить. Но если окажется, что они превысили меру, и добавили уже от себя, то тогда за свое творчество им придется отвечать. И именно об этом говорит Итро. Ибо за то, что они злоумышляли против вас, именно их злой умысел навел на них это тяжелое наказание, уничтожив их. Обман приводит здесь еще одно подтверждение своей мысли. А именно, когда Итро. Итро, честь Моше. Который приходит в еврейский стан, когда евреи уже вышли из Египта и находятся в пустыне. И он приходит в еврейский стан, не просто потому, что он хочет повидать своего тестя, а он хочет присоединиться к еврейскому народу. И делая генеор, присоединяясь к еврейскому народу, он мотивирует это словами. Я понял. Я узнал, что Всевышний выше всех богов. Почему? Ибо за то, что, слышав о том, что произошло в Египте, когда ему Моше рассказал о том, все, что было, ибо за то, что они злоумышляли против вас, за это и понесли наказание. То есть, мы видим, кстати, согласно традиции устной Торы, Етро был одним из советников фараона. Только в какой-то момент, не согласившись с политикой фараона по отношению к евреям и видя в ней пьющую несправедливость, но не имея возможности бороться против этого, Етро подал в отставку и ушел. Но он знал хорошо-хорошо о всех тех планах, которые были по поводу евреев. Поэтому он здесь и говорит. Ибо за то, что они злоумышляли, то есть, за что я вижу, что они получили наказание ровно именно в той степени, в которой был их злой умысел, то есть, в том, что они добавили от себя угнетение, которое никак не входило в рамки предопределения. Именно за их злой умысел, и он навел на них тяжелые наказания и привел к их уничтожению. В этом же смысл стиха. Ибо знал ты, что они злонамеренно обижали нас. После того, как Рамбан вкратце изложил свою позицию, он переходит к полемике с Рамбаном. И пишет он так. А Раф, словом Раф, он почтительно называет здесь Рамбана, объяснил причину этого в книге «Знания» в законах от Шуве, 6 глава, 5 пункт. Объяснил это так, что Бог не предопределил какому-либо конкретному человеку. И если бы любой из них, кто сделал злой Израиль, не захотел поступать так, то он имел на это право. Так как не было предопределения обязывающего конкретных людей. До сих пор это почти точная цитата, вкратце приведенная из Рамбана. И теперь Рамбан переходит уже к своим возражениям. Первое. Его слова не представляются мне логичными. Ведь если бы он постановил, если бы Всевышний постановил, что кто-либо из народов причинил евреям такое-то и такое-то зло. И некто раньше всех успел исполнить волю Всевышнего. То удостоился бы награды за исполнение заповедей. Почему же Рамбан говорит так? То есть, в чем возражение Рамбана? Не будем спорить с Рамбаном, что свобода выбора здесь оставалась. Конечно оставалась. Да. Не будем с ним спорить. Дадим ему фору. Примем его постулат, что несмотря на то, что существует общее предопределение, на уровне конкретного человека оно не работает. Есть общее предопределение, что египтяне будут, может быть это не просто предвидение, а предопределение, что египтяне будут пробащать евреев, но конкретного египтянина, конкретного десятника, конкретного охранника, конкретного надзирателя никто не оставлял. Это он сам сделал. Хорошо. Это он сам сделал. Это его ответственность. Ну и что ему полагается за это наказание? Почему? Опять же, да ведь в человеческом обществе, понятно, существуют еще и палачи. Палачи зарплату получают, а они людей наказывают, телесные наказания им. Есть судебные исполнители. Общество их содержит. Почему? Потому что они исполняют волю. Волю царей, волю правителей, волю власти, волю, наконец, судебных инстанций. То же самое здесь египтяне. Почему? Пусть они отвечают за свои поступки. Пусть они, мы согласимся с Трампом, что они не потеряли свою свободу выбора, они это сделали на основе своего выбора. Ну и что? Но они же только выполнили волю Всевышнего. Почему же Рамбам говорит так? Ведь если царь потребует, чтобы жители страны исполнили какое-то дело, тот, кто поленится и переложит исполнение на других, будет преступником и понесет заслуженное наказание. А исполнившие добьется расположение царя. Представим себе, что какой-то царь громко произносит вслух. Хорошо бы, хорошо бы, чтобы, предположим, какого-то человека, есть у него царя какой-то враг, или какой-то очень несимпатичный ему человек, хорошо бы, чтобы его наказали. Хорошо бы, чтобы у него конфисковали имущество. Царь говорит так вслух. Если кто-то из его приближенных услышит это и пойдет и выполнит желание царя, и отнимет у того самого царского ненавистника, отнимет у него имущество, что ему царь скажет? Большое спасибо, шерко, премного благодарен. Понятно, такой человек исполнил волю царя. А если другой, скажем, кто-нибудь из царской охраны, из царской полиции и так далее, поленится и не побежит исполнять веление царя, конфисковать имущество у его врага-супрастатора. Но так не исключено, что ему царь сделает выговор. Царские указы исполнять будут. То же самое и здесь. То же самое и здесь. Если египтяне, пусть добровольно и по своей собственной воле, но они же исполнили волю Всевышнего, Всевышний хотел, чтобы евреев порабощали, ну-ка они это и сделали, так дай им зарплату. Расплати с ними. Награди их. По крайней мере, не наказывать. Истинная же причина в том, что я написал. Поэтому, говорит Анабан, мы должны сказать, что в том, что египтяне исполняли предопределение Всевышнего, не может быть к ним никакой претензии. Ни в коем случае. А если так, за что же их собираются Всевышние суди? За возможную меру превышения. Если они превысили то, что Всевышний сказал, за это да. Так в конечном итоге получилось. Никто не просил у них бросать детей в реку. Это уже их собственное творчество. И это уже упомянули наши учителя. Когда сказали в Шмот Раме, есть подтверждение того, что я говорю в словах мудрецов, Медраж, Шмот Рада, предание устной Торы говорит так. Это можно сравнить с тем, как господин повелел относительно своего сына. Пусть работает на такого-то, а тот пусть не мучает его. То есть, с одной стороны, он хотел заставить своего сына работать в поте лица на такого-то человека, но при всем при том, чтобы тот относился к нему гуманно. Не мучить. Пошел тот, поскольку он услышал, что ему дали право иметь работника и порабощать его, пошел тот и стал работать на него. А хозяин, хотя сын и работал на него бесплатно, не удержался от того, чтобы начать мучить его. Тогда есть беззащитный человек. Трудно удержаться от соблазна немножко его и помучить, и показать, кто здесь хозяин, а кто здесь дурак. Когда же господин потом простил своего сына, то он приговорил его мучителя к смертной казни. То есть, если после этого уже, когда все закончилось и сын свое уже отбыл и он уже отработал, то тот, кто его помучил, он полагается на казанье. Так повелел Всевышний, чтобы евреи стали рабами в Египте, но те стали порабощать их с жестокостью. Тогда Всевышний сказал, вам нужно было бы вести себя с ними, как с рабами. А они обслуживали вас. Вести себя с рабами, пожалуйста. Никто не просит вас вести себя с ними, как с рабами. Раб он есть раб, он должен знать свое место и он должен работать. Все так. Но то, что делали египтяне, как они смаковали все мучения, как они старались, выдумывая все новые способы изнурения, вот это уже нет. Я разгневался немного, а они, то есть, египтяне, добавили зла. И ясно, что бросание их сыновей в Нилу уже никак не входит в формулу и поработят их и будут притеснять их. Это не порабощение, не притеснение. Это уже жуткая жестокость и варварство. Это же полное уничтожение. Да и также то, что они сказали в начале, еще в начале про обращение, давайте ухитримся против него, чтобы он не размножался. Это не входит в понятие ни рабства, ни мучения. То, что фраун с самого начала задумал всеми возможными способами сократить рождаемость евреев. А это откуда? А на это кто ему дал право? А это кто ему позволил? Это не рабство. Пожалуйста, пусть у тебя будут рабы, будет много рабов, тебе же лучше. Пусть они размножаются, пусть они плодятся. Почему ты хочешь это поостановить? И это не считая того, что они ужесточали сами мучения и делали горько их жизнь, тяжелые работы. Ведь они были большими специалистами в том, чтобы превратить действительно жизнь евреев в горечь. Они старались выбирать такие формы работы, которые были бы особо тяжелые. Работы, в которых было не только физическое мучение, но и моральное мучение. Они заставляли их делать абсолютно бесполезные работы. Все то, как у Читусной Тора, все то, когда они работали в топкой местности, в болотах, все то, что строили за целый день, когда приходили потом на следующее утро, видели, что все это погружалось в трясину и нужно было все строить заранее. То есть работа была абсолютно бесполезной. Человек, когда он работает, даже тяжелую работу, но он видит ее плоды, он видит, что что-то из этого получается, то все-таки это хоть тяжело, но как ты можешь? Но куда человек делать абсолютно бесполезную работу, переливание из пустого в порожнее, то такая работа, она изнуряет человека невероятно, морально. То же самое прибавляет наши мудрецы, что египтяне старались давать женскую работу мужчинам, а мужскую работу женщинам. Это тоже, здесь вопрос не в физической тяжести, а вопрос именно в морали. То есть старание было здесь именно разбить людей, старание было здесь привести их к полному к такой стадии, в которой человек просто чувствует себя не человеком. В этом египтяне были большие специалисты. Это что, рабство? Это не рабство. Это притеснение, это не притеснение. Это уже издевательство, утончённое издевательство. За это египтяне должны были ответить. И об этом говорит Писание. И он, имеется в виду Всевышний, он увидел нашу бедность, наш тяжёлый труд и наше притеснение. И пойми, Рамбом так развивает свою мудрость. Возвращаясь в принципе к идее сейчас Рамбома, а именно первоначальной идее, в общем-то соглашаясь с ним, что сам тот факт, что есть свобода выбора, что есть, точнее, что есть предопределение, и то, что Всевышний предопределяет судьбу людей, не освобождает людей от ответственности за свои поступки. Пойми, продолжает Рамбома, что если человека в Росши Шана, мы знаем, что судьба каждого человека решается каждый год, в день Нового года, в Росши Шана, тогда Всевышний судит весь мир, каждого человека в отдельности, и каждому определяет его судьбу, кому жить, кому умирать. Предположим, Всевышний решил по каким-то причинам, что некий человек должен уйти, он должен уйти, в Росши Шана, наказание, целый ряд причин, он свое дело по крайней мере на земле сделал, ему пришло время умирать. Его приговорят к смертной казни. И эта Росши Шана в емкий пул скрепляют его приговор печатью, теперь он уже, то бандит, убивший его, не найдет оправдания тем, что он всего лишь исполнил постановление, вынесенное в убитую. Если этот человек умрет не от инфаркта и не от раковой болезни, а он погибнет от руки какого-нибудь грабителя и бандита. Можно ли найти оправдание? Может ли этот бандит найти оправдание? Смотрите, если я убил кого-то, я же не могу убить того, о ком Всевышний не постановил, что ему следует умереть. Верно? Согласна? Согласна. Значит, человек, которого я убил, ему пришло время умирать. Значит, Всевышний хотел, чтобы он умер. Ну, я только выполнил его предопределение, вот и все. А что же вы меня схватите? Взятки гладкие. Палачи получают зарплату. Я зарплату не прошу, только чтобы меня не наказали, вот и все. Это претензия? Нет. Безусловно, нет. Не претензия. Верно, что такое предопределение существует, но Всевышнего есть масса способов привести к тому, чтобы человек, которого он пометил в рот шешанар, что ему нужно умереть, чтобы он умер. Кто просил тебя, конкретного человека, конкретного бандита, быть здесь орудием? Кто просил тебя быть топором в руках у правосудия Всевышнего? Таких топоров много. Но ты зачем это делал в лес? Это остается вопросом, безусловно, личной ответственности каждого человека. И несмотря на то, что вещи происходят, потому что Всевышний так хочет, но если эти вещи происходят не в рамках природы, а через поступки человека, то человек, в отличие от животного, если бы того же самого погибшего человека, который рос на присоединенных смерть, если бы его покусала змея. Нет у нас претензий к змее. Почему ты покусала человека? Змея, она змея, у нее мозгов нет, все, что у нее есть инстинкты. Это полностью управляемо Всевышним. И здесь, безусловно, верно. Поскольку Всевышний постановил, что такому человеку больше не жить, в этом, когда он должен умереть, змея и покусала. Но если это была не змея, а если это был человек, он же несет ответственность за свои поступки, ему придется за это отвечать. И он не сумеет очистить тебя тем, что тому человеку, которого он убил, все равно на роду было написано так умереть. Но если постановление исходит из уст пророка, то есть до сих пор, говорит Рамбан, мы с Рамбовым согласны, здесь мы с ним не можем спорить все, что он здесь говорит, каждое слово абсолютная правда. Человек не может очистить себя от ответственности за преступление, тем, что Всевышний его запланировал и предначертал. Но здесь в истории с Египтом это не совсем так. Но если постановление исходит из уст пророка, то в отношении исполняющего его возможны варианты. То есть, если пророк, если не просто Всевышний что-то постановил в день Рошишана, но он передал предположим пророку, и пророк об этом говорит людям, что вот вы знаете, вот какой-то человек ему Всевышний не хочет, чтобы он продолжал жить. Так вот, если приуслышав это предопределение, он пожелал исполнить волю Творца. К примеру, если у нас такой пример, когда пророк оповещает, что исраильский царь из-за своих грехов погибнет, ну, так если какой-нибудь человек, услышав это, что царя Ахава должен уничтожить, и он захочет исполнить волю Творца, как постановлено, то тогда в его поступке нет греха, и он пойдет и завершит покушение на жизнь царя, или устроит бунт, бунт революции, который закончится уменьшивлением царя. Тогда в его поступке нет греха, наоборот, заслуга. Так сказано про Иоу. Иоу, кстати, был тем самым человеком, который, услышав от пророка о том, что царю не суждено жить, не должно быть, он подчинился требованиям пророка, и он был командующим армией, и он устроил путь, военный путь против своего собственного царя. И вот про него, про Иоу, сказано так, из-за того, что ты хорошо поступил, совершив правильное в мои глаза, все, что я задумал, ты сделал дому Ахава. Из-за этого четвертое поколение твоих сыновей будет сидеть на престоле Израиля. То есть, то, что Иоу убил царя Ахава, уничтожил всю царскую семью, устроив переворот, не только, что он за это не получил наказание, наоборот, Всевышний обещает ему еще и награду, чтобы ты знал, что то, что ты захватил трон, это все правильно, это все нормально, ты сделал, выполнил только мою волю, более того, твои потомки до четвертого поколения будут сидеть на престоле. Что в условиях древнего мира совсем-совсем непросто. Династия, которая бил четыре поколения, это удачный вариант. Но это только при условии, что человек сделал все это для того, чтобы исполнить волю Всевышнего. Но если, услышав повеление, он убил бы его из ненависти, предположим, если бы Еу, услышав об этом, что в принципе о царе на небесах решили, что его карьера закончена, то он бы здесь вспомнил все обиды, которые царь ему навос. И то, что он ему не повысил сжалование уже три года подряд, несмотря на просьбы, и то, что он, назначая в какой-то момент, назначая офицеров на должности, обошел его дважды и вместо него поставил других людей и так далее, и так далее. Если бы у него были личные мотивы мести царя, только что он немножко побаивался этого сделать, а здесь, услышав, что Всевышний, в общем-то, кровь царя уже разрешил его проливать, он воспользовался этим постановлением, этим разрешением для того, чтобы свести свои личные счеты с царем, тогда он преступник, и тогда его будут за это судить. Но если, услышав повеление, он убил бы его из ненависти или ради грабежа, просто, предположим, даже если бы у него не было личных мотивов, а просто он, поняв, что есть возможность свергнуть царя, захотел бы самому стать царем и примерить на себе царскую коровину с горностаевой мантией, это было бы его мотивами, а не исполнение воли Всевышнего, то ему положено наказание, как убийце, так как он намеревался совершить грех, и его действия расцениваются как преступление. Так пишет Ромбан. Ромбан. Но коли так, то он сам здесь своими словами дает нам возможность понять несколько по-другому самого Ромбана и защитить Ромбана от контраргументов Ромбана. А именно, начнем с начала. Ромбан утверждает, что каждый из египтян понес наказание, поскольку он сам лично выбрал свой путь. Он лично, это было личное его решение угнетать кого-то из евреев или не угнетать. И то, что есть предопределение в целом о египетском народе, это не касается конкретного человека, его никто не заставлял. Так пишет Ромбан. Ромбан возражает. Но ведь на самом деле, если это только исполнение, пусть так, пусть это его личная ответственность, пусть он остается свободным в своем выборе, Всевышний не ограничивал. Но в конечном итоге, пользуясь свободой выбора, он же выполнил волю Всевышнего, разве не так? Тогда за что же наказывать? Тогда нет за что заказывать. Если так, говорит Ромбан, то тогда все возможное наказание было только на то, что египтяне превысили меру, которую указал Всевышний, вышли за рамки порабощения и притеснения и уже занимались жестоким издевательством над еврейским народом. За это и получили наказание. Но не за то, что они делали в рамках предопределения о порабощении и притеснении. Но ведь из того, что он пишет в дальнейшем, есть уже на это возражение, а именно, действительно, если бы египтяне порабощали евреев для того, чтобы исполнить волю Всевышнего, если бы фараон перед тем, как он собрал свой этот самый государственный совет, Сенат, или что у него там было, на котором он провел решение о том, что необходимо евреев поработить. И если бы он собрал все здесь людей и сказал, слушайте, господа, я так слышал, что Господь Бог постановил, что еще было сказано давным-давно, еще предкам еврейского народа Всевышнего постановил, Богу Авраама постановил, что его потомки будут рабами в чужой земле. Я так думаю, что как раз евреи находятся сейчас в чужой земле и вообще-то пришло время, как вы думаете, не стоит ли нам выполнить волю Всевышнего и поработить евреев и к тому же закрутить гайки и притеснить их. Как вы думаете, если бы фронт тогда сказал так? Ну, нет, сомневаюсь. Ведь это же не то было. Совсем не то. Фронт вовсе не собирался выполнять волю Всевышнего. И все, что он делал по отношению к евреям, исходило из его собственной ненависти к ним. И то, что другие люди ему помогали в этом. И то, что фронт оказался здесь не единственным, а нашлись египтяне, которые с большим удовольствием здесь исполняли функции и усмотрителей и десятников, и изнуряли евреев, и избивали их, и бросали большим удовольствием детей в реку, находя в этом эстетическое или еще какое-нибудь удовольствие. Это они делали для того, чтобы исполнить волю Всевышнего. Совсем нет. Делали своей личной ненавистью, либо для грабежа, либо для того, чтобы дать выход своей агрессии. свои. Если так, если так, то здесь нет претензий, о которых говорил Ромбан раньше, то, что палачам вообще-то зарплату платят. Это тем, которые служат. Мы вызываем египтяне, они здесь никому не служили. Они просто удовлетворяли здесь свои собственные инстинкты, они просто здесь вымещали свою собственную агрессию на евре. Если так, то им полагается на наказание даже за то, что они делали в рамках предопределения. А не только за то, о чем говорит Ромбан, то они превысили меру. Так что, в общем итоге, что спорта, благодаря последним фразам Ромбана, то спору сократился почти ничего, от него не осталось. В общем-то, по всему тому, что говорит Ромбан в конце. Вполне-вполне можно примирить это с позицией Ромбана. Это основной вопрос, который обсуждается здесь, в этих стихах. Но есть еще одна дополнительная деталь. Вопрос, который мы обсуждали до сих пор. Почему, если Всевышний предопределил, что евреям быть рабами в чужой земле, почему тогда те, которые будут их прощать, заслуживают суда, наказания и так далее? Мы не ответили на другой вопрос. А почему Всевышний вообще решил? И для чего это нужно? Чтобы потомки Авраама были рабами в чужой земле? Ведь на самом деле то, о чем мы читаем, Бритбен Абитарим, союз между половинками, это заключение союза Всевышнего, заключает союз Авраама, обещая произвести от него народ. И что это будет избранный народ, которому будет дана святая земля и так далее, и так далее. Так как же своему союзнику, с которым он только-только что заключил союз, он тут же ему и сообщает, что твои потомки, с тобой, правда, все будет хорошо, но, что касается твоих потомков, четыре сотни лет тюрьмы строго в режиме. Почему? За что? Чем они заслужили? Так союзниками обращаются? Почему Всевышний здесь приписал евреям, что они будут изгнальниками сначала в чужой земле, потом их будут порабощать, а потом еще их и притеснять будут? Почему? Ряд комментаторов пытаются понять здесь, именно пытаясь понять, потому что сама-то Тора не раскрывает, Всевышний не говорит, почему он это задумал. Кажется, неисповедимые пути Всевышнего поди знают. Но вместе с тем комментаторы пытаются понять рационал в этом решении Всевышнего. И интересно, что можно найти такое объяснение с одной стороны в словах Рабы Ивша в его комментариях на хумаш, а с другой стороны в зоре говорят они практически одно и то же. А именно Бог избрал Авраама для того, чтобы от него произошел избранный народ. В данный момент это не народ. В данный момент это семья. Вообще-то только муж и жена. Ну, родится ребенок, будет трое, ребенок рюк, семья начнет разрастаться. Семья станет превращаться в клан. Но здесь возникает проблема. Как делать так, чтобы эта семья не растворилась среди тех людей в том народе, среди которого она живет? Ведь дети же должны жениться. должны обзаводиться семьями. Откуда придет? Каким образом они будут? Если будут брачные узы с местным населением, то в конечном итоге семья эта ассимилируется, она растворится, она не оформится как отдельный народ. Мы видим на самом деле, что в семье Авраама стараются сделать все, чтобы этого не случилось. Например, сам Авраам, когда речь идет о сватовстве его сына Ицхата, который дальнейшем родился, то он посылает своего раба и лезера далеко-далеко между речью провести невесту оттуда, только ни в коем случае не взять отсюда. Хорошо, он делает все эти усилия. Можно себе представить, что это продолжится еще поколение, два, но мы знаем это, знаем это, к сожалению, на очень печальном опыте еврейства в 20 веке, что даже в тех общинах, в которых люди очень не хотели, чтобы их дети, чтобы были смешанные браки, чтобы их дети роднились с народами, среди которых они живут, это могло продержаться поколение два, три, но не больше, но не больше, а за два, три поколения народ не оформится в народ, и ассимиляция здесь бесконечная, как же быть? Как же Всевышний сделает так, чтобы семья Авраама сначала превратилась в клан, а затем и в отдельный народ? А план здесь вот какой. Их нужно поместить в такое место, в котором между ними и местным населением будет такой антагонизм, что ни о каких смешанных браках речи быть не может. Поэтому Всевышний для них выбирает место не Швейцарию и не другое какое-нибудь симпатичное место, в котором можно будет переждать, а именно Египет. Ведь в Египте, мы знаем, что египтяне вообще презирали всех кочевников. Во-первых, потому что они были бомжи, у них не было земли. Это первая причина. С этой точки зрения, вообще даже не различали между различными кочевыми азиатскими народами. Все их называли собирательным именем, хапиру, что, в общем-то, означает бомжи по-нашим. А второе, и, пожалуй, еще более важное, ведь кочевники, скотоводами, как ими были евреи, потомки Авраама, они ели мясо, они ели мясо животных, которым египтяне поклонялись. Поэтому мы видим в дальнейшем, когда Юсеф попадает в Египет, то он уже становится, не больше, не меньше, он становится уже премьер-министром в Египте. Второй человек после фараона. И к нему приходят братья. Написано, что он приглашает всех за стол. И написано, и накрыли Юсефу отдельно, и его братьям отдельно, и египтянам, которые пришли на этот званный обед, тоже отдельно. Вы знаете, почему отдельно? А почему они не садятся? Если людей пригласили на званный обед премьер-министру, естественно, желание, если человек удостоился такой чести, то, понятно, он захочет сесть рядом с премьер-министром. Не-не-не-не-не, садиться отдельно. Почему? Говорит Тора. Потому что мерзость для египтян есть вместе с евреями. Для египтянина это мерзость. Настолько это мерзость, что даже сесть за стол к столь почитаемому и уважаемому премьер-министру, которого все уважают и боятся, все равно египтянин не в состоянии. Почему? Да потому что он ест мясо. А для египтянина ведь он просто ест его божество. Если это представить нам, для премьер-министра, если нас пригласят, был в свое время такой президент Уганды Иди Амил. Про него ходили нехорошие слухи, что он поедал трупы своих политических противников. Так если бы он представим, пригласил каких-нибудь послов к себе на обед и ему бы на обед подали печень скажем какого-нибудь его политического противника, то понятно, что послов, которые бы сидели с ним, стошнило бы в ту же самую секунду. И они бы ни в коем случае не могли бы сидеть с ним за одним столом. Я не знаю, смогли бы они сидеть в одной комнате, но за одним столом уж точно нет. То есть так же египтянин. Для него сидеть за столом рядом с евреем, который ест мясо и который чавкая будет уничтожать его божество, для него это хуже почти как сидеть с людоедом каннибалом. Вот такие отношения были у египтян к евреям. Когда ощущение презрения и мерзости по отношению к евреям, они и бомжи, и едят мясо богов, и вообще при таком антагонизме ни о каких вообще смешанных браках речь быть не могла. На это положился Всевышний, что он отправил наших прадцев не в Швейцарию, не в какое-нибудь приличное другое место, а именно в Египет. Место, в котором при вот таком антагонизме еврейский народ мог развиться сначала в клан, а затем уже в народ. Правда, мы знаем, что в дальнейшем все шло не так гладко, потому что в какой-то момент евреи стали перенимать культуру египтян и все больше и больше походить на них внешне. И этот антагонизм стал немножко слабеть. Евреи уже выглядели в значительной степени, по крайней мере по их поведению напоминали уже египтян. Здесь уже произошли изменения, а именно где Всевышний ввел альтернативный план. Мы видим, что у египтян возникает ненависть, совершенно беспричинная, начинает объединять евреев в том, что они будут нелояльны, если случится война, то они присоединятся к нашим супостатам и так далее, обвиняют в невероятных преступлениях, когда на самом деле евреи всегда были большими патриотами, можно быть уверенным, что и египтяне были патриотами больше, чем сами египтяне, но вместе с этим появляется вот такая неожиданная ненависть, а это уже результат того, что просто те стены гетто, которые были вокруг евреев, которые были у египтян по отношению к евреям, оно стало ослабевать, в силу того, что евреи сами стали копировать египетские обычаи, устои жизни и так далее, тогда уже начался другой путь, но это уже тема хумаш-мод, это не совсем наша тема, наша тема это хумаш-берешит, пока что мы понимаем здесь только одно, Всевышний пообещал землю, святую землю, этот Исраэль, он пообещал ее потомкам Авраама, не самому Аврааму, понятно почему, поскольку земля эта пока сейчас, она занята, на ней живут другие люди, на ней живут семь канонейских народов, попросить их сейчас еще рано невозможно, они еще не заслужили того, чтобы их изгнали, поэтому нужно переждать, переждать то время, когда можно будет уже рассчитаться с этими народами, где переждать это время, в Швейцарии, нет, в Египте, почему, потому что именно там, наилучшие оптимальные условия для того, чтобы еврейский народ превратился там в народ, чтобы семья, точнее, Авраама превратилась там в народ, все это, обещает Всевышний, произойдет обязательно, ты этого еще не увидишь, ты умрешь в доброй старости, все эти ужасы возникнут в дальнейшем, а ты этого всего не увидишь, тебя ждет добрая старость, вот здесь мы, пожалуй, закончим, уже на следующих уроках перейдем к последующему, к 16-й годе, потому что мы чтобы валить все Katie Ohra, нету? почему не port? них, не менее, importantly,